Всем привет на канале L-Dutchman. Сегодня у нас воскресенье 14 июля и вот такое вот сообщение, которое шокировало действительно всех, кто следит за предвыборной гонкой в Америке. В городке Батлер в Пенсильвании на встрече со своими избирателями в кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа было произведено 8 выстрелов. Снайпер, скажем так, находился примерно на расстоянии около сотни метров на одном из зданий, на крыше одного из зданий. И во время речи, которую произносил Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. В результате чего из всех восьми пуль в Трампа попала только одна, прострелив ему правое ухо. Охрана Трампа сработала, скажем так, не совсем идеально, как многие это утверждают, что охрана лоханутая и так далее. Но и сработали действительно профессионально в плане того, что стрелок был ликвидирован. На месте преступления рядом со стрелком была обнаружена автоматическая винтовка АР-15. Стрелком оказался 20-летний житель Пенсильвании. Мотивы, побудившие его на вот это вот преступление против будущего, скажем так, президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, пока неизвестны. Нэнси Пелози высказала мнение о том, что это может быть как и политически мотивированным поступком, так и каким-то человеком с психическими отклонениями. Потому что в Америке закон о оружии такой мягкий, что любой псих, любой идиот может купить себе ствол и разгуливать с ним по улице, утверждая, что он носит это оружие с собой для личной самозащиты. Но Джо Байден связался после оказания медицинской помощи Дональду Трампу, он с ним связался, созвонился с ним, выразил свое беспокойство о происшедшем, но не сказал, что он знает. Естественно, на данный момент ему не были предоставлены все данные о том человеке, который оказался преступником. И Дональд Трамп по счастливой случайности остался живым. Действительно, по счастливой случайности. Но тем не менее, два человека были убиты от полученных ранений из-за этого снайпера. А Джо Байден сказал, что он пока не располагает всеми данными, кто был этот человек, какие были у него мотивы, почему он так поступил и так далее. Но постарался высказать свои сочувствия, свои переживания Дональду Трампу. Вот все, что сказал Джо Байден. А теперь давайте посмотрим на это несколько с иной точки зрения. Очень многие, что республиканцы, что демократы не хотят, чтобы Дональд Трамп пришел вновь к власти. Почему именно республиканцы? Потому что у многих из них есть долевые паи в различных крупных промышленных компаниях, вывезенных за территорию Америки, работающих для Америки. Когда Дональд Трамп первый раз пришел к власти, он потребовал, чтобы все крупные компании американские вернулись на территорию Соединенных Штатов, чтобы снизить безработицу и укрепить экономический рост страны. Многим, в первую очередь республиканцам, такое заявление Дональда Трампа не понравилось. Может быть кто-то из республиканцев, может быть кто-то из демократов. Потому что демократы сейчас вообще все бродят, как перебродившая брага, даже против своего Джо Байдена. Многие демократы требуют, чтобы Джо Байден покинул пост президента досрочно, так как у него якобы деменция, он не соображает, что он говорит, он не соображает, куда он идет, он не соображает, с кем он разговаривает. Как вот было в последние дни на встрече верхушек НАТО, когда он сказал, а сейчас я предоставляю слово самому смелому и лучшему президенту мира, господину Путину. У Зеленского глаза на него полезли. И вот до Байдена дошло, что он сказал, простите Зеленскому. А Зеленский говорит, да, я все-таки лучше. Может быть он действительно уже стар для второго срока президентского, но когда человек создает такие ошибки практически на каждом шагу, то тут уже действительно можно задуматься о его, скажем так, адекватности и о его соответствии с займаевой должности. Но, возвращаясь к происшествию с этим стрелком, который пытался убить Дональда Трампа, опять-таки я выскажу мнение, которое может не понравиться многим из вас, кто сейчас смотрит это видео. Вот этот вот поступок только поднимет рейтинг Дональда Трампа в глазах избирателей. Я не хочу сказать, что это инсценировка ни в коем случае. Это действительно преступление, в результате которого погибли абсолютно непричастные к этому делу люди. Но, если против Трампа уже пошли именно вот таким способом, как против Джона Кеннеди, которого тогда убил вот этот вот снайпер, значит Дональд Трамп все-таки находится на правильном пути, значит Дональд Трамп все-таки стал поперек горла не просто демократам и некоторым республиканцам, а он стал поперек горла тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране. И, как я уже раньше говорил, так, на междусобойчиках, теперь я говорю открыто, что если к власти в Америке придет Дональд Трамп, то многие страны пересмотрят свое отношение не только к Америке, но и к другим сателлитам этой Америки. Ну и, естественно, будет более стабильная обстановка не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах, которые просто жаждут подачек денежных, жаждут подачек военных для того, чтобы мелкие конфликты военные, вялотекущие или на данный момент локальные войны не прекращались. Если придет к власти Дональд Трамп, действительно, это будет могущественный человек, могущественный президент, который сможет остановить многие военные конфликты на планете. Ну, как бы это ни пафосно звучало, но многие надеются и на это. В общем, берегите себя. Сегодня у нас 14 июля, воскресенье. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok